А Екатеринбург только мечтает о собственном логотипе, как уместить город-миллионник в небольшую картинку, в одну букву или даже в запятую, думали местные дизайнеры, а также иностранцы из Франции и Армении. На конкурс городской идентики прислали более 300 работ. Дальше слово за экспертным жюри и за нами, горожанами. Мария Новикова убедилась, нам есть из чего выбирать. Логотип города Екатеринбурга у меня два элемента, которые статусом представляют листья, то есть Екатеринбург это цветущий, предстоящий город, несмотря на то, что молодой. Уральская столица у Татьяны цветет и пахнет, поэтому ее будущий логотип студентка выполнила в желтом и зеленом. Калорина взяла с городского герба, ведь эти два символа должны сочетаться. Емкую форму для огромного содержания ищут сотни дизайнеров, причем не только местных. Этот вариант прислали из Иривана, он стилизован под какой-то взмах крыла, открой крылья. Окрыленные идеи весь Екатеринбург в одном рисунке пытаются описать мастера из Нарьянмара, Москвы, Казани и даже французского Орлеана. У большинства город и его логотип начинаются с «Е». В букву превращают сердце, запятую, составляют ее из блоков и шестеренок и знаковых мест города, например, цирка и телевизионной башни. Своё видение прислали и профессиональные художники, и любители. У некоторых это просто акварельные рисунки. Но творчество ничем не ограничивали. Мы решили, что ставить рамки цветовой гаммы не имеет никакого смысла. Самое главное, чтобы мы, жители города, захотели его использовать. А мы захотели нанести его футболку, сделать наклейку на машине, поехать, путешествовать по России или еще дальше. И нам он был приятен. Впрочем, одной красоты для логотипа мало, утверждают специалисты. Он должен отражать всю многогранность города, его историю и современность, экономику и культуру. К тому же логотип, как живое существо, со временем должен меняться. Этих логотипов, поскольку имя будет одно, этих логотипов может быть множество. То есть современный логотип, он может быть полиморфен. Им и имен может быть множество. Главное, чтобы это складывалось в какую-то, не скажу, паззл в какую-то систему. И чтобы это было наше. Что вскоре украсит футболки и календари екатеринбуржцев, станет известно в середине июля. Победителя конкурса выберут сами горожане путем СМС-голосования. Мария Новикова, Владислав Колупаев, Алексей Богданов. Новости 41-го канала.